Своё или чужое? Тонкую грань между этими понятиями упустили сразу несколько жуликов. В первом случае компания приятелей взяла в Москве на прокат новенькую машину. Однако, как только друзья вступили на родную землю, сразу обратились в милицию. Мол, машину у них угнали. Хотя на самом деле авто мирно дожидалось своего часа в одном из гаражей Полоцка, куда аферисты ласточку сами поставили. Куда дальше в желании сесть за руль пошел 60-летний меньшанин. Мужчина вовсе угнал свой же автомобиль, который год назад продал новому владельцу. Что это? Любовь к чужому или ностальгия по утраченному? В вопросе попытался разобраться Дмитрий Лукша. Сложно сказать, с какими мыслями решили посетить Златоглавую двое гостей из Полоцка. Однако, встретившись со своим старым знакомым, жителем Москвы, приятели точно для себя решили возвращаться домой, а не будут на колесах. Потому троица зашла в местный автосалон и арендовала новенькую БНВ. Все хлопоты по оформлению машины на себя взял тот самый «Москвич». Следствие сейчас выясняет, предупреждали ли клиенты арендодателей о выезде за рубеж. Во всяком случае, немногие автосалоны Москвы предоставляют подобную опцию. Как бы то ни было, но чужое авто было лишь приманкой для крупной аферы. В ходе оперативно-рассказных мероприятий автомобиль был найден в гараже, собственником которого является один из мужчин. Прятав машину, как они посчитали в надежном месте, друзья поспешили обратиться в милицию. Мол, авто угнали. Как же быть? Вот только профессиональный опыт научил наших оперативников не верить в подобные совпадения. После проверки все и все стали на свои места. Роковая БМВ перекочевала из полоцкого гаража на штрафстоянку столичной милиции, а компания обманщиков в кабинет следователя. Было установлено, что один из указанных граждан уже ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, которое законодательство Республики Беларусь относит к категории имущественных. Где свое, а где чужое перепутал еще один автолюбитель. Мужчина долго думал, за какое приданное дать свою любимую ласточку. После раздумий старенький Ford Galaxy ушел к давнему приятелю за 2500 долларов. Через год продавец осознал, что сделка якобы прошла не на выгодных для него условиях. Проще говоря, он продешевил. Встретив недавнего покупателя, мужчина заявил, хорошо бы доплатить. Получив отказ, былой владелец машины заявил, авто все равно вернется к старому хозяину. Слово оскорбленный шофер сдержал. Несколько дней он изучал двор обидчика, подбирал ключи к новой старой машине. Когда же удача улыбнулась, 60-летний старичок-разбойник перегнал Ford к себе под окна. Собственно, там и машину, и мнимого угонщика встретили оперативники. Что ж, теперь дедушке, возможно, придется окончательно привыкнуть к амплуа пешехода на прогулках за колючей проволокой. Дмитрий Лукша, Дмитрий Горкуша, Зона Х, Минск.